добрый день дорогие мои друзья сегодня по вашим многочисленным даже я бы сказала просьбам я рассказываю вам как построить выкройку мужских брюк вот такая будет наша с вами тема сегодняшнего урока и первое с чего мы начинаем мы начинаем с подготовки технического задания еще раз хочу подчеркнуть кто обращается ко мне с просьбами с какими-то вопросами я предлагаю вам начать с технического задания в котором вы обязательно должны мне нарисовать свой рисуночек пожалуйста у нас изображены брючки вы обязательно должны выписать свои мерки только для брюк я их выписывают в таком виде а для плечевого изделия мои любимые пять строк без всяких комментариев ваших пометочек каких-то букв и конечно же прибавки которые мы используем в построении для того чтобы выполнить свою задачу а здесь я уже сейчас вынесла вам какие-то необходимые мне данные которые я буду использовать в построении вот этих брюк и так наша задача мужские брюки прежде всего нужно понять какая у нас сегодня цель какие мужские брюки например вот в этой книге я использую брюки немножко другие какие они вот в этой книге идет описание брюк я бы сказала так не молодежных то есть брюк у которых вот в этом месте внизу достаточно большая ширина ширина здесь раньше доходило до 22 сантиметров стандартная 21 20 сантиметров 22 сантиметра сейчас я взяла вам ширину 18 сантиметров потому что брючки любятся сегодня узкие предлагаем построить вот такой вот сегодняшнего брюки с учетом тенденции какой-то моды определенного направления сегодняшнего дня если раньше обязательно вот здесь брючках были стрелочки здесь брючках были ну стрелки сегодня конечно есть но были защипы или вытачки которые вот в этом месте в области бедер давали нам определенную достаточно большую свободу облегания то есть прибавочка по бедрам была от четырех сантиметров сегодня я даю прибавку по бедрам вам два сантиметра прибавка по талии один сантиметр но потому что предполагается что здесь у вас будет какой-то ремешок все-таки и если раньше у нас брючки были вот с такими вот продольными кармашками которые располагались вдоль боковых швов как правило вот под таким уголочком то сегодня этого делать нельзя потому что если при маленькой прибавки по бедрам вы сделаете вот такие кармашки у вас мешковинка кармана будет всегда выползать на замечали наверное многие это в таких брючках она будет всегда вылезать у вас наружу деформировать вам внешний вид почему да потому что тесные в области бедер брючки не закрепленные теряется ребро жесткости то есть не закрепляется вот этой части мешковинка часто вырезать туда вы скажете что можно сделать мешковинку которая будет крепиться вот таким вот образом внутри к нашему гульфику да конечно это все реально это все возможно но тем не менее я все равно предпочитаю в узеньких бедра по бедрам брючках каких-то делать кармашки в продольном направлении какие-то рамочки вот такие могут быть или вот как сейчас нарисованы вот такой вот вариант этих карманов то есть вот об этом мы поговорили и это та форма брюк который я сегодня хочу сделать значит они будут не широкие они будут достаточно плотные по бедрам два сантиметра уверяю вас эта прибавка совсем маленькая небольшая это и поэтому будем строить сегодня брючки такие чтобы построить вот эти любые брюки нужно обязательно снять нужные нам мерки пожалуйста посмотрим вот сюда в этой книге статья мужские брюки на страничке 100 334 и стоит вот перед нами наш любимый мужчина что вы должны сделать вы должны помнить что измерять наши брючки также как мы меня меряем с вами женские мерочки снимать как женских нам нельзя почему потому что если мы установочный пояс у женщин завязываем строго по талии он находится где-то примерно здесь то наши мужчины как правило не носят брюки строго на талии в том месте где мы завязали мы бы хотели им завязать установочный пояс они носят где значительно ниже и поэтому что я вам предлагаю сделать чтобы шить брючки хорошие подходящие вашему мужчине прежде всего попросить надеть его его любимые брюки застегнутся и пусть он их повернется к вам боком в этот момент у него пояс от этих брючек станет именно в то место которое ему комфортно есть у вас животик значит будет он немножко под животиком то есть надеть ваши брючки его брючки на него любимые и только после этого приступить к измерению наших мерочек первая наша мерочка ну мерится полу обхват талии она будет с вами измеряться на уровне вот это посмотрите нижний шовчик или нижний срез пояса не верхний а нижний и вы аккуратненько по нему измеряете объем талии потом делите его пополам получается мерка полу обхвата талии нашем случае 46 сантиметров я взяла затем все как у женщин на уровне примерно 18 сантиметров там где обычно кончается вот такой вот вход в карман или наш гульфик впереди да вы измеряете параллельно линии пола мерочку полу обхват бедер в обтяжку делать не надо надо делать так как просит наша фигурка я записала разделив пополам 50 сантиметров потому что это полу обхват затем вы делаете ручку вот таким вот образом вот я показываю да и ставите свои пальчики таким образом чтобы большой пальчик смотрел на под находил под ягодичную складку а все остальные пальчики они показывали вам уровень этой под ягодичной складки сантиметровая леточка при этом находится в расположении от нижнего шва пояса то есть вот от этой точки и она спускается у вас аккуратненько вниз так вот высотой сидения мы будем считать расстояние от нижнего шва пояса или от верхнего шва прючек не учитывая по ширину поясочка до вот этой вашей руки которая показывает уровень под ягодичной складочки то есть вот это место это будет высота сидения затем вы измеряете расстояние до коленочек как я люблю выбирать расстояние до коленочек у колена всегда есть вот такая коленная чашечка я обычно измеряю нащупывая ее измеряю длину брюк до колена дбк она у нас называется чуть выше этой у начала этой коленной чашечки чтобы было какое-то разнообразие однообразие вот она дбк 57 сантиметров пополам конечно же ничего делить не надо а высота сидения допустим в моем случае я выбрала 22 сантиметра хотя у вас может быть и 19 и 20 сантиметров и 21 может быть редко какой мужчина любит носить на талии высоко брюки но был у меня случай когда это величина была 24 сантиметра и даже один раз 26 но это очень редкое исключение из правил то есть за высотой сиденья сиденья следите обычно она измеряется в интервале 18 19 20 22 сантиметра затем длина брюк измеряется от нижнего среза пояса до пола до пола то есть я измеряю когда человек стоит босиком у меня на полу таким образом длину брюк чтобы они доходили закрывали пяточку и доходили до пола если мне нужно будет их сделать покороче когда будет примерка выполняться брюк лобови естественно то я смогу всегда легко это сделать но от линии как правило брючки не шьются что еще что еще еще нам нужно в этот момент выбрать ширину брюк внизу в нашем случае длина изделия 100 и ширина брюк внизу я уже говорила если раньше мы брали 22 сантиметра 21 сантиметр сегодня я предлагаю взять 18 сантиметров и посмотреть что у нас из этого получится вот это то что касается мерочки снятия бедер подробный текст всего того что я буду сейчас вам рассказывать как вы уже догадались снял записано вот в этой вот книге у нас по тем мерочкам были вот такие брючки потому что они содержали еще складочку впереди вот у нас показана эта складочка сегодня мы этой складочки делать не будем посмотрим что из этого получится и вот у нас идет описание построения вот этих наших брючек и так книжечку мы откладываем сторону она нам больше не нужна мы ее уберем чтобы она тут места не занимала так и я откладываю в сторону также наши техническое задание я кладу его конечно же перед собой так чтобы вам было видно давайте сделаем возможно его и так мне неудобно сделаем это вот так потому что брючки мне нужно строить вот таком вот положении а вот так я думаю нам будет все с вами видно вот так нам будет все с вами видно и понятно итак начинаем построение для этого я одеваю очки я извиняюсь заранее что возможно моя голова будет иногда попадаться вам в кадр но прошу прощения потому что для того чтобы нарисовать точно и красиво я должна наклониться если я этого не сделаю значит я не попаду в нужную вам точку и очень мелкий у меня масштаб один к четырем вы видите да так я приспособилась с вами работать я не смогу сделать то что нам надо и так как всегда мы строим прямой угол с вершиной в точке н начало наше затем от точки н вверх я откладываю длину изделия нахожу 100 сантиметров и ставлю точку т будет у нас линия талии затем от точки т вниз я сразу откладываю мерочку высоты сидения прибавляю два сантиметра для мужских для женских мы никогда никаких прибавочек не делаем для мужских брюк всегда прибавляется вот эти два сантиметра не факт что они вам понравятся все остальное будете уточнять на примерке если вы окажетесь довольно низко ваши брюки вам покажутся низкими тогда вы их поднимите повыше на талии завяжите шнурочек как женских брюках и подровняете потом пришьете пояс срежете по шнурочку вверх все лишнее и пояс пришлете уже туда куда вам надо но естественно нужна будет страховка по линии низа когда вы перейдете к работе с тканью а пока мы делаем все как учили значит еще раз высота сидения плюс прибавка значит 24 сантиметра это будет линия ягодиц точка я а это была точка т затем отрезочек т я я делю на три части получится 24 разделить на 3 получится 8 сантиметров откладываю 8 сантиметров от линии ягодиц вверх и у меня получается буква б линия бедер затем от точки т вниз я откладываю мерочку длину брюк до колена 57 и у меня получилась точка к вот так сразу за один прием положили сантиметровую ленточку и начинаем все рисовать по линии талии мы рисуем вот так влево и вправо по линии бедер мы рисуем горизонтальную линию влево и вправо по линии ягодиц как правило мы рисуем только вправо по линии коленочек мы рисуем нашу линию только вправо Нарисовали. Затем начинаем работать по линии ягодиц. Ставим карандашик в точку Я. От точки Я вправо мы откладываем половинку мерочки бедер. То есть 50 разделить пополам получится 25 и прибавляем 2 см. Получится 27 см точка Я1. Здесь делаю остановку. Не буду сегодня торопиться. Значит если вы строите брючки с прибавками, как правило вот эта прибавка, которую вы закладываете по ширине бедер, она откладывается к передней половинке брюк. Вот в этот именно момент. Потому что в задней половинке брюк прибавочку я как правило не использую. Это очень хорошо работает в мужских брюках, потому что задняя половинка брюк у мужчин, у хороших брюк и у правильных мужчин должна быть очень аккуратная. Она не должна там содержать никаких складок, заломов, каких-то защипов, мятости какой-то. Ну извините, брюк как орех, улыбаюсь конечно, произношу это. Но вот эта фраза она работает на то, чтобы вы действительно получили внешний вид брюк сзади очень правильным. Без излишних складок и заломов. И поэтому вся прибавочка она работает на передней половинке. Будет у вас прибавка больше 6 см даже, да? Вы все равно ее будете прибавлять сюда. То есть передняя половиночка брюк у вас получаться будет шире, чем задняя половиночка брюк в этой области. Но это и хорошо, потому что это мужские брюки и потому что нам нужно заднюю половинку брюк получить компактной, аккуратной, без всяких излишеств. Итак, получилось 27, точка Я1. Затем от точки Я1 вправо я откладываю 1 десятую талии. 4 и 6. 4 и 6 получилась точка Я2. Она нам нужна. От точки Я2 влево, в обратную сторону, я откладываю 1 десятую бедер. Точка Я3. Через точку Я3 я провожу вертикальную линию вверх до линии талии. Это точка Я3. Это у меня начало шва сидения передней половинки. Затем соединяю вот эти две точки. Пересечение этой линии с бедрами я не буду все буквы подписывать. Они у нас подписаны все в книжке. Я выбираю только самые главные, которые вам нужны, потому что загромождаться будет рисуночек. И вам будет не очень потом понятно видно результат, потому что очень много мелких деталей будет строиться вот на этом всем небольшом таком расстоянии. Затем делю этот участок пополам. Нахожу серединку. Это точка 1. Соединяю ее с точкой Я3. И снова нахожу серединку. Точка 2. Шов сидения передней половинки будет проходить. Или слонка еще его так называют. Будет оформляться вот так. Затем я измеряю расстояние Я2. Вижу 32 см. Делю пополам 16 см. Это место для стрелочек. Откладываю его дважды. И строю стрелочку. Строю стрелочку. Она у нас будет на этом месте у передней половинки. То есть это середина передней половинки и у задней половинки. Так, что у нас там по времени? По времени уже 17 минут. На этом разрешите часть первую этой темы считать закрытой. Продолжение следует. Следите за нашими публикациями, за моими публикациями. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. И всегда Ваша Галина Коломейко. До новых встреч!